Приветствую всех! С вами комментатор Олег Саламаха и это рубрика «Стратегические приемы». Рубрика, где вы не найдете красивых комбинаций, а увидите интересные стратегические приемы повысить свое позиционное понимание игры. Присаживайтесь поудобнее, сегодня у нас тоже довольно-таки интересная тема, сегодня мы с вами будем изучать такой стратегический прием, как профилактика ботвинника. Итак, что же это такое? Рассмотрим позицию, которую вы сейчас видите на ваших экранах. Позиция эта типичная. Она характерна как для страны индийской, так и для английского начала, то есть для страны индийской защиты или для английского начала, ну а также и для многих других закрытых систем. План черных, очевидно, здесь провести F7-F5. После размена на F5, то есть если белые будут брать ЕF, то после GF две черные пешки будут готовы отбросить белые фигуры и оживить слада на поле G7. Король уйдет на поле H8, а далее ладья может пойти на поле G8 и черные готовы организовать атаку на белого короля. Если же белые не реагируют на ход F5, то есть делают какой-то, например, развивающий ход, там, например, А3 или С2, то черные тогда затыкают, то есть играют F4, и мы с вами знакомы с этим планом в страны индийской защите. Когда черные играют F4, а далее играют H6, G5 и, соответственно, точно так же перегруппировывают свои фигуры и начинают пешечный штурм на белого короля. Так вот, план этот очень, можно так сказать, типичный, и идея ботвинника помешать, то есть воспрепятствовать применению этого плана, либо за черных, либо за белых, следующим образом. Идея ботвинника это начать играть H4, H5 и размен HG. Таким образом, будет устранено прикрытие, а если черные будут пытаться все-таки все равно провести вот этот самый план F5, то это уже будет связано с серьезным ослаблением и короля черных, то есть пешечного прикрытия короля черных. Более того, конь в этом случае может пойти через поле G5, например, на поле E6. Итак, сейчас мы с вами, соответственно, все это посмотрим на примерах, чтобы было более понятно. И первый пример, который мы с вами рассмотрим, непосредственно связан, соответственно, с автором, изобретателем этого стратегического приема, то есть 1952 год, Москва, чемпионат СССР, белыми играет Виктор Корчной, а черными играет Михаил Ботвинник. Ну, я думаю, что оба шахматиста в представлении не нуждаются. Оба легендарнейшие шахматисты советской эпохи. Итак, здесь мы с вами видим, наблюдаем, как говорится, ту самую картину, которую я обрисовал во вступлении, но повернутую, соответственно, как мы видим, цветом. То есть, здесь структура диктует ход F4 за белых, далее, если черные не будут реагировать, то белые зажмут ходом F5 и далее, соответственно, будут накатывать пешечным штурмом. Ну, а в случае взятия, то, соответственно, белые, естественно, возьмут пешкой G и будут готовы отбросить фигуры соперника. Так вот, более того, белые хотят сыграть конь D3 и подготовить вот этот самый прорыв F4. Поэтому Ботвинник, прекрасно это понимая, делает эту самую профилактику. Итак, здесь последовал ход H5. Вот такой вот сильный ход. Конь D3, белые уже готовы провести F4 и тут H4. Вот такой вот тычок делает Ботвинник. C5. Значит, ферзь E7. Конь C4. То есть, белые, как мы видим, играют довольно-таки широко. О, все-таки это Виктор Корчной. Он перебрасывает, как мы видим, коня на идеальную стоянку на поле C4. И, значит, последовал размен. HG. HG. И теперь мы видим, что играть F4 за белых здесь довольно-таки рискованно. И мы увидим в дальнейшем, что Ботвинник эту партию должен был выигрывать. Причем выигрывать неоднократно. В дальнейшем мы увидим, что оба соперника ошибались, но это уже не имеет никакого отношения к рассматриваемой нами теме. Итак, последовал С1, C7, B4, B5, Конь D2. Как мы видим, ходом B5 Ботвинник лишил контр-игры белых и на ферзьевом фланге. С1, C6, ладья E1, G6, Конь B3, Король G7. Ну, вот здесь белые уже не выдерживают, поскольку, как мы видим, черные уже готовы организовать какую-то атаку по линии H. Благодаря четкой стратегии мы видим, что Ботвиннику удалось вскрыть линию. И здесь они играют F4. Но после Конь G4, вспомните, что я говорил, что мало того, что ослабляется прикрытие короля, так еще и для Коня, возможно, поле G4. Ну, в данном случае мы рассматривали с вами поле G5, где Конь может прыгнуть на поле E3 или на поле E6, если мы с вами смотрим, соответственно, это за белых. Позиция уже достаточно грозная за черных. Последовало F, E, ладья D8, защищаем пешку на поле D4. Пешка E5 никуда не убежит. Ферзь B2, Конь бьет E5. Конь F4, Конь C4. Ферзь F2, слон E5. Ну и мы видим, что позиция черных стала подавляющей. Конь E2, здесь уже, возможно, был прорыв D3. Ботвинник пока этого не делает, играет ферзь D7. Конь F4, ферзь G4, ферзь F3, ферзь G5. Ладья F2, Конь E3. Ну, мы видим, что черные фигуры просто-напросто здесь доминируют. Слон H3, ладья D8, Конь А5. И вот здесь, на самом деле, Ботвинник мог сразу закончить партию. То есть здесь он сыграл слон бьет F4. Это довольно-таки серьезная ошибка. После ферзь бьет F4, ферзь бьет F4, GF. Ферзи разменялись. И белые сумели защититься. Но здесь сразу же приканчивало. И Ботвинник не увидел этот ход. А именно, не слон бьет F4, как было сыграно, а слон бьет E4. Вот такой вот тычок. И, соответственно, все. Здесь после ферзь бьет E4 и ферзь бьет G3. Говорить не о чем. Здесь уже надо отдавать ферзя, играть ферзь G2. Но, понятное дело, что такая позиция абсолютно безрадостна. Ну, а иначе мы просто хотим взять на поле F4, уничтожить защиту и взять слона на поле H3. Слон бьет E4 сразу же приканчивало. Но Ботвинник, как я уже повторюсь, видимо, был уже в цитноте. Сыграл слон бьет F4. Последовал размен ферзей. Взял он эту пешку самую на поле E4. Но после ладья D2, слон F5. Позиция здесь упростилась. И белые прицепились к пешкам. Висит пешка на поле A7. Висит пешка на поле D4. Ну и здесь, соответственно, после ладья бьет F4 шах, соперники согласились на ничью. Поскольку проходную пешку C теперь черным также нельзя недооценивать. В общем, блестящая игра обоих соперников. И мы с вами, соответственно, посмотрели применение вот этого стратегического приема на практике. И идем дальше, чтобы посмотреть еще несколько интересных примеров. Белым играл Тигран Петросян. Черным играл Флорин Джорджио. Москва, 1967 год. Опять мы видим с вами похожую структуру. Петросян сыграл Е4. Препятствуя пока ходу F5 за черных. Ну мы видим, что сейчас слон на поле H3 подвисает. Поэтому хода F5 у черных нет. Здесь заслуживал внимание такое интересное отступление слон Е6, чтобы в дальнейшем все-таки провести ход F5. Плановый ход за черных. Ну они сыграли слон Бьет Ж2. Поменяли своего белопольного слона. И после коробио G2, значит, мы видим, что F5 пока играть здесь невыгодно черным. Конь еще на поле D5 идет. Они сыграли G6. И последовала та самая профилактика Ботвинника. H4, слон G7, H5. И теперь, как мы видим, опять же, черным невыгодно проводить F7, F5. Было сыграно G5. А после этого теперь F5 вообще снимается с повестки дня. Конь встает на поле D5. Конь D4, конь Е3. F5 все-таки последовало. Ну а иначе, как говорится, контр-игры здесь у черных нет никакой. Но, как я уже сказал, здесь уже вот этот самый стратегический прием дает о себе знать. Был сыграно просто слон Б2. Угрожает взятие коня и взятие на F5. Поэтому F, E, D, E. И теперь слабости вот на полях F5, D5 дают о себе знать. Ферзь Е6, слон С3. F5, B5, C, B, ферзь бьет А2. Здесь Петросян никуда не торопится. Играет ферзь D3, последовало ферзь Е2. То есть, все-таки черным удалось разменять ферзей. Мат они здесь уже нигде не получат, потому что король их очень слабый. Но после этого все равно стало ясно, что конь на поле D5 маячит перспектива очень неприятная за черных получить эншпиль. Вечный конь на поле D5 против тупого слона на поле G7. Посмотрите, слон на поле G7 у черных очень плохой. Все их пешки расположены на полях цвета слона. Поэтому белые, как говорится, белые не брезгуют отдать своего слона на поле C3 за коня на поле Е2. Вадя B8, Вадя Е1, конь D4. Понятное дело, что черные не берут этого слона. Он также плохой у белых. Поэтому они играют конь D4. Но последовало слон, бьет D4, ЕD, Вадя C1. И вот уже началась игра. Вадя B7, конь бьет C7, пешка уже упала. Вадя Е5, Вадя C6, G4. Ну и дальнейшие, как говорится, без комментариев. Мы видим, что подавляющее преимущество коня над слоном. И борьба была недолгой. То есть тут еще и связка, пешка отвалилась. Ну и после чего пошел у нас пешечный штурм. F4, слон H8, F5. И черные сдались. Мы видим, что конь на поле D5 просто доминирует по всей доске. И понятно дело, что здесь черным не выжить. Ну я привел просто партию целиком до конца, чтобы вам было более-менее понятно и интересно посмотреть, чем же закончилась эта партия. Ну а мы с вами идем дальше. Белым играл Светазар Глигорьевич. Черным играл Рашко Богданович. 1966 год. Итак, мы видим, что здесь у нас была разыграна страндийская защита. Черные хотят сыграть F7, F5. Для этого они последним ходом отвели коня с поля F6 на поле E8. И последовала снова профилактика Ботвинника. H4, F5 и H5. Вот таким вот образом белые как раз препятствуют построению вот этой страшной, можно так сказать, атакующей силы. То есть вот этого самого построения, когда черные задвигают пешку на поле F4 и пытаются организовать пешечный штурм. Но здесь сразу можно сказать, что черные явно ошиблись. Мы видим, что белые пока еще не определились с рокировкой. Вот если бы белый король был расположен на короткой стороне, то есть уже была сыграна короткая рокировка, то этот план был довольно-таки силен. А сейчас мы видим, что белые склонны выбирать. И естественно, что после F4 взяли-взяли G3. Белые начали здесь подрывать все эти редуты черных. Конь D7, слон D2. Ферзь E7, ферзь C2. И стало понятно, что после 3-0, то есть белые, как мы видим, здесь увели короля в безопасное место. А вот черному королю здесь никакой безопасности не видать. И борьба была довольно-таки недолгой. Дальше я, в принципе, без комментариев. Белые организовали страшную просто здесь атаку. То есть черные, конечно, пытались еще что-то воспрепятствовать каким-то образом. Но все равно подавляющее доминирующее положение белых фигур, слабость черного короля. Понятное дело, что игра просто шла в одни ворота. Плюс тут еще и прорыв на ферзьевом фланге последовал. Слон C4, король H7. C6, еще один прорыв. Слон C8, ладья H1. Перебрасываем фигуры. Угрожает уже конь F5. Поэтому король G8. Ферзь D2, А6. Слон B3, B5. Ладья F1, А5. Ферзь Е2. Взяли-взяли. Конь А6. Ферзь F3. Король F7. Конь А2. Защитили пешку на поле B4. Слон H3, ладья F2. И после слон C8, G4. Черные сдались. Черные сдались, потому что у них просто полнейший цуксванг. Смотрите, король не ходит, потому что теряется фигура. Все остальное завязано напрочь. Ферзь не играет, потому что висит конь на поле F6. Совершенно нечем ходить. Остается лишь ходить ладьей по полям B8 и А8. Классический красивый пример цуксванга. Но после ладья B8 у белых есть очень простой выигрывающий план. То есть они играют ладья F1. Таким вот образом. И далее, что они хотят сделать? Например, мы стоим ладья A8. Мы просто играем слон бьет F6. Теперь если слон бьет F6, то мы играем G5 и выигрываем, понятное дело, фигуру. Ну а если ферзь бьет F6, то ферзь отходит на поле H3. И, соответственно, черные несут материальные потери. Здесь они конкретно теряют либо слона на поле F5, либо ферзя на поле F6. Вот такой вот симпатичный пример. Давайте еще раз его посмотрим. То есть, вот смотрите, после D5 даже можно привести партию целиком, наверное. То есть было сыграно D4, конь F6, C4, G6, конь C3, слон G7, E4, D6. Разыграна у нас трендийская защита, причем классическая система. Конь F3, рокировка, слон E2, E5, D5. Белые закрывают центр. И черные здесь поторопились с ходом конь E8. То есть провести вот этот самый подрыв F5. Мы видим, что белые пока не определились с положением своего короля. Поэтому черным здесь предстояло просто-напросто завершать развитие. Они могли сыграть, например, конь BD7, либо C6, либо еще каким-то образом. Но вот конь E8, это, конечно же, ход не туда. И белые, применив блестящую профилактику ботвинника, добились победы в этой партии. Ну что ж, надеюсь, что тема профилактика ботвинника вам теперь более-менее ясна. Она именно применяется как профилактика. То есть если бы белые просто стояли на месте, то черные беспрепятственно осуществили свой атакующий план. А именно F5. И далее уже в зависимости от поведения белых, если они не реагируют, то мы зажимаем ходом F4. Ну а, соответственно, если реагируют, то получаем сильный пешечный центр. Пешки G и E, вернее, пешки F и E здесь у черных будут контролировать много довольно-таки полей в центре. И положение черных здесь, ну, довольно-таки перспективное. А здесь, соответственно, мы с вами увидели ошибку за черных. То есть когда белые не определились с положением своего короля. Ну и в дальнейшей игре, как мы видим, белые просто увели короля в безопасное место. А черный король так и не знал покоя до конца партии. Если видео вам понравилось, то поставьте ему много лайков, подпишитесь на канал. Ну а с вами был комментатор Олег Саламаха. Не забудьте поставить уведомления о выходе новых видео, чтобы ни в коем случае не пропустить новый выпуск стратегических приемов. То есть поставить колокольчик рядом с шапкой моего канала. Ну а на сегодня это все. Играйте в шахматы, любите шахматы. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...